Толкование сновидений — это совершенно гениальная вещь. Вы можете взять 25 психоаналитиков и дать им одно сновидение, и попросить его истолковать. И психоаналитики дадут вам 20... нет, 50 толкований этого сновидения. Правда состоит в том, что нет никакой верифицированной технологии толкования сновидений. Толкование сновидений нужно не для того, чтобы понять, что там мыслит наше бессознательное, потому что когда оно становится уже сознательным, оно уже другое, оно как бы перековалось. Это не то же самое, что там внутри. Задача толкования сновидений — это техника работы с вашими чувствами, эмоциями, переживаниями, потому что сновидения дают вам необычный взгляд на вас самих. Мы же живем под гнетом какой-то внутренней идеологии, которую мы про себя собираем и пытаемся все время удерживать. Мы вот такие, мы вот то, мы вот это и так далее. Мы, мы, мы. Точнее, я, я, я. Вот такая внутренняя идеология. И нам, если мы хотим изменить свою жизнь, по-другому начать жить, по-другому чувствовать, справиться с психологическими проблемами, вот это же мы, 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 оно же часть этих проблем, оно часть этой жизни. Вы не можете изменить жизнь, если этот ключевой фактор не будет трансформирован. Поэтому для того, чтобы пересобрать себя, нам нужны инструменты. Толкование сновидений — очень эффективный инструмент. Я множество раз им пользовался. Но это не то, что психоаналитик знает о вас истину. Он дает вам возможность и заостряет это дело так, чтобы вы из своего вот этого шор, своего «я» вывернулись и увидели, что вы куда больше, и я вам скажу, куда круче, чем вы себе пытаетесь, там, так сказать, как-то этим гипнозом, самогипнозом себе внушить. Вот, поэтому толкование сновидений — крутая штука, но, на самом деле, существует несколько технологий. Но я рассказываю про это отдельно на нашем замечательном марафоне по самоанализу.